Село Кузамень находится в устье реки Варзуга, там где она впадает в Белое море. Каждый год вода все ближе подбирается к домам жителей поселка. Река подмывает берег, тот осыпается. За годы русло сильно изменилось. Если ничего не предпринять, то и поселок, и большой участок земли окажутся под водой. А также пострадает экология всей реки. Кузаменские пески, так называют эти места, почти пустыня. Деревьев здесь нет, трава не растет, только песчаный берег и море. Кузамень, наверное, могла бы стать ривьерой Кольского севера, но добраться сюда непросто, нужен внедорожник. Песчаные просторы пользуются популярностью лишь среди некоторых рыбаков и редких туристов. В поселке все еще живут несколько десятков человек, но молодежи почти нет. Местная школа сгорела, в больнице тоже не стало. О, глубокий. Глубокий колодец. В поселке многие пользуются сегодня своими скважинами, но кто-то по-прежнему использует колосы, чтобы достать воды. Это, похоже, тоже рабочий. Холодная. Аж зубы сводит. В округе бегают несколько собак и дикие лошади. Вот и весь местный колорит. Но так было не всегда. Когда-то в поселке жили почти восемь сотен человек. Люди вынуждены были держать скот. Овец надо было, коров держали, лошадей держали, олени держали. Очень много. У каждой семьи было несколько оленей, а то и десятки оленей. Так что можете представить, что тысячные стада оленей бегали. И в итоге нагрузка, которая произошла на вот эту территорию, она была очень высокой. Стада вытоптали берег, а человек вырубил лес. Все это повлияло на то, что со временем эти места превратились в пустыню. Теперь более полутора тысяч гектаров когда-то плодородной земли занимают пески. Представьте себе, что вот на такой территории, оголенной территории, гуляет ветер, ветра очень сильные. Шторма здесь не редкость. Это нормальное явление. Поэтому пески пришли в движение. Вот получилось то, что получилось, то, что мы с вами видим. Берег с одной стороны подмывает Белое море, а с другой – река Варзуга. И ее русло каждый год ширится и милеет. То, что там происходит, еще, как говорится, полбеды. Но это происходит в селе. В селе происходит. И начинают смывать постройки. Чтобы как-то остановить этот процесс, активисты строили ветровые заграждения. Широкие заборы, которые не давали песку разлететься. Но этим берег не укрепишь. Поэтому при поддержке Всемирного фонда дикой природы несколько лет назад здесь начались посадки деревьев. Много зелени здесь. Это удивительно. Это место буквально оазис среди пустыни. И надо сказать, что оазис рукотворный. Его создали волонтеры фонда дикой природы. Сажали на протяжении четырех лет деревья. Здесь некоторые саженцы все-таки прижились. Сначала все думали засадить хвойными деревьями. Они самые неприхотливые. Но потом попробовали и лиственные породы деревьев. И, как ни странно, они здесь прижились очень хорошо. Мы сажали дички. Дички – это уже укоренившиеся растения, которые выкапывали вдоль дорог, где все равно впоследствии были бы вырубковые. И вот их пригласили сюда, все это высаживались. Здесь, если бы, по-моему, нет, порядка шести гектар высадили за прошедшие годы. Но это немного, с учетом того, что здесь 1800 гектар всего. Но это те темпы, которые позволяли и наши возможности, и наши финансы. В первый год на работы волонтеров фонд потратил порядка миллиона рублей. Большая часть расходов пошла на обеспечение людей транспортом, жильем и едой. При таких темпах посадок, чтобы зарастить здесь новый лес, несколько поколений волонтеров должны будут работать десятки лет. Но даже так, сегодня уже видны первые результаты работы. Рядом с посадками песчаные холмы постепенно покрываются травой. Вот видите, собачки, вот все, что нам удалось, не без помощи Всемирного фонда ликой природы. Таким вот образом у нас есть то, что есть. Мы хотя бы на сегодняшний день покажем, как можно и как нужно здесь создавать лесные культуры. Прежде чем молодые деревца прочно ухватят своими корнями землю, им надо еще несколько лет расти. Какие-то из них еще погибнут, такова природа. Но большую опасность сегодня для них представляют не болезни или суровый климат, а человек. Туристы на квадроциклах и машинах как будто не замечают посадок и катаются прямо по саженцам. Сегодня местные жители борются с этим как могут. А фонд дикой природы намерен продолжить посадки. Для этих целей в Карелии уже заготовлено 10 тысяч семян. В ближайшие месяцы специалистам ВВФ предстоит решить, где и как их будут проращивать. Субтитры создавал DimaTorzok